Всем привет! Хочу поделиться с вами убойным упражнением для резкого повышения бодрячка. Это упражнение вы можете выполнять в любой обстановке, оно не требует никакого специального инвентаря. Выполнять его можно также для быстрого пробуждения, прямо не вставая с кровати. По времени оно занимает не более двух минут, но эффект будет просто офигительным. Ты об этом сразу же узнаешь, если сделаешь его прямо сейчас. Просто задерживаем дыхание и не дышим. Столько, сколько возможно. Даже когда вас будет всего выворачивать наизнанку, когда глаза у вас будут лезть на лоб и вы будете весь такой красный, все равно стараемся не дышать. Чем дольше вы сможете не дышать задерживаемым дыханием, тем лучше будет эффект от этого упражнения. Нетренированному человеку хватает, как правило, времени до одной минуты. Если вы делаете это упражнение часто и вам лень ждать 2, 3, 4, 5 минут, то вы просто можете выдохнуть абсолютно весь воздух из своих легких и задержать дыхание в этом положении. То есть наша задача не просто задержать дыхание, чтобы секундомер показал как можно большее время. Наша задача ощутить кислородное голодание. Если вы перед упражнением вдохнете как можно больше воздуха, а может быть еще и подышите, сделайте 5-7 глубоких вдохов и выдохов, то просто момент задержки дыхания продлится дольше. Вам будет приятно, что вы такой классный, можете надолго задерживать дыхание. Это не запрещено в данном упражнении. Но я всегда выдыхаю весь воздух из легких, чтобы не ждать слишком долго. Если использовать это упражнение каждый день по несколько раз, то вы заметите, что через несколько месяцев у вас получается задерживать дыхание на значительно более длительное время. В студенческие годы я увлекался этим упражнением и где-то через год я мог с легкостью задерживать дыхание на 5 минут. Не рекомендую использовать это упражнение более 5 раз в день, поскольку если вас 3-4 раза не бодрит и вам нужно больше, это значит лишь одно, у вас испортился режим дня, у вас никакое питание, вы плохо спите, с тренировками скорее всего беда, поэтому отладьте свой режим тренировки сон и питание и только после этого можно возвращаться к нашему лайфхаку. Хотя если вы будете выполнять это упражнение более 50 подходов в день, хуже вам от этого не будет и ни один ваш внутренний орган от этого не пострадает. Итак, что же происходит в момент задержки дыхания и откуда берется тот самый бодрячок? Задержка дыхания – это один из вариантов кислородного голодания, так называемой гипоксии. Когда мы перекрываем кислород всему организму, организм начинает резко его искать, вследствие чего нервная система получает огромный, но положительный стресс. Все мышцы вашего тела начинают напрягаться, сокращаться как раз в то время, когда вот эти последние секунды, когда вы выворачиваетесь, когда у вас в глаза вылазит на лоб, когда такой красный весь, включаются те мышцы, о которых ты никогда не слышал. И после того, как вы вдохнули воздуха, сделали несколько глубоких вдохов и выдохов, вы получили удовольствие от того, что вы снова дышите. Все ваше тело получает очень приятное расслабление, релакс, вы уже бодрый. И, кстати, если у вас были какие-то зажатые мышцы, какие-то спазмы, они сразу же расслабляются, и от этого вы получаете дополнительный эффект, схожий с массажем. Американские и советские ученые, начиная с 60-х годов 20-го века, проводили исследование гипоксии, что же происходит с организмом человека, когда он периодически лишает себя нормальных дозировок кислорода. И выяснили, что если включать, к примеру, в тренировке бегунов, пловцов и спортсменов других циклических видов спорта элемент гипоксии, то их организм более экономно использует кислород. Техника спортсмена в его виде спорта становится более экономичной и менее энергозатратной. Спортсмен извлекает больше кислорода из вдыхаемого воздуха, вследствие чего очень круто растет выносливость, и спортсмен показывает более высокие результаты. Бегуны-легкоатлеты, студенты Московской академии физической культуры и спорта были тщательно обследованы на протяжении всего эксперимента, который длился несколько лет. И в результате этих медицинских обследований врачи не обнаружили ни одного отклонения в работе ни одного органа. Ни один орган не пострадал, не истощился и не потерял своих физиологических качеств, даже частично. Но я подчеркну, что исследования проводились на здоровых людях, на спортсменах, то есть на людях тренирующихся. Как это упражнение повлияет на жирного дядьку, на жирную тетку, которая не тренируется, я не знаю. Но я точно знаю, что упражнениям с элементами кислородного голодания как минимум несколько тысяч лет, и они успешно используются в йоге, в цигуне, в других восточных учениях и гимнастиках. Сделать это упражнение прямо сейчас вы получите шикарный бодрящий эффект. Помимо того, что это упражнение бодрит, и после него ваш организм лучше себя снабжает кислородом, также это очень крутая тренировка морально-волевых качеств, которые необходимы нам в любых сферах жизни и деятельности. Чем бы вы ни занимались, сила воли нужна везде. На этом всё. Я желаю вам хорошего настроения и прекрасного здоровья. До новых встреч.